Всем привет, я Алекс. Сегодня я хочу рассказать про то, как полицейские Москвы украли, отобрали у меня месячную зарплату. Это было в 2019 году. Тогда я работал в Бургер Кинге кассиром. Я получил месячную зарплату и радостно шел по своим делам. В метро меня остановил полицейский, якобы для проверки документов из-за неславянской внешности. Ну, я достал паспорт, показал ему, и он сказал, что нужно зайти вот там в метро, на каждой станции есть, типа, кабинет, кабины для полицейских, полицейских участков. Он сказал, что нужно туда зайти, чтобы пробить мои данные, проверить. Ну, окей, я пошел. Я тогда был еще не прошаренный, не снимал все это. И когда мы зашли, он в грубой форме сказал мне, чтобы я зашел за вот эту, как называется, не решетку, но где они содержат вот там всяких алкоголиков, пьяниц. Там на каждой станции метро в полицейском участке есть, типа, такие решетки, типа, камеры. И, получается, когда он меня туда завел, закрыл дверь, сумку он сказал мне оставить после него, что якобы, типа, он просто проверит металлоискателем. И потом там было двое полицейских, видимо, как-то вот, не знаю, один закрыл, и второй незаметно как бы открыл мой рюкзак и вытащил оттуда мои деньги, зарплату в 35 тысяч рублей. Естественно, это я потом никак не смог доказать. Просто хочу предупредить всех тех, кто когда-то вот будет сталкиваться, что вот русская, российская полиция может вас обворовать. Это ни для кого не секрет. Вы можете спросить у любого приезжего в Москве. Наверняка каждый второй сталкивался с тем, что у него либо требовали взятку, либо обворовывали. То есть, ну, это Россия. Это террористическое государство, где полицейские, ФСБшники, это преступники в погонах, убийцы, насильники, воры. Я сейчас доволен. Считаю абсолютно правильным, что я уехал из этой варварской, дикой страны, где законы только на бумаге, и ими можно только потереться. Как-то так.